МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доча, сделай потише, пожалуйста. Мы не можем сосредоточиться. Доча, что тут непонятного? Неужели все твои уроки буду делать я? Мам, ты же математика, не я. Ну, так тебе же надо научиться. Здесь задача очень легкая. Прочитай, что написано. Найди лишнее число и объясни свой выбор, почему. 135, 450, 258, 63, 711. Ну вот, ничего не понятно. А ты внимательней посмотри. Здесь нужно включить логику. Что ты видишь? Кроме цифр ничего не вижу. Мам, Асель в класс пришла на кроссовках и джинсах. Они у меня такие красивые. Все девчонки только из нее бегали. А у меня одни обноски. Доченька, потерпи немного. У нас скоро все наладится. Я получу скоро зарплату, мы обязательно поедем на барахолку. А Асель вещи на барахолке не покупает? Только в магазине. Через 15 рабочих дней я получу зарплату. По календарным дням 23 дня. Плюс задержка 2-3 дня. Через 26 дней. Потерпишь? А если не получится? Что именно? Пройти испытательный месяц. Я постараюсь нас не подвезти. Мама, 9. Я нашла лишнее число. 258. Умничка. Пиши решение. Давай напишем пояснение. Угу. Печа, встаем. 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 Встаем, доча. Просыпаемся. Мам, можно еще сыра? Не наелась? Да, мам. А что на обед будете есть? Ладно. Кусочек отрежьте и оставьте. Да так тонко. Потолще. Нет, надо на вечер оставить. Давай сейчас побольше поедем, а на вечер поменьше оставим. Не забудь любить и ждать. Роза, выходи, гости уже ждут заказ. Да ну подожди. Давай быстрее. Мне рубашку запачкали. Роза, вот за тем столиком три мужика сидит. Вот им заказ. Угу. Все, давай. Просто подпишешься. Ладно, ловать его по-другому. Мага. Давай. Да. Пацанов отправьте и то. Поставьте. Ваш заказ. Девушка. Девушка. Да. Да. Девушка. Каждый день одно и то же. Каждый день драк. Вот молодежь. О, мама пришла. Привет, мамунь. Привет, мои хорошие. О, сегодня картофель фри? Да, сегодня на работе был банкет. Это пирожная картошка. Дай, дай. Всем хватит, девочки. Не спорьте. Хватит всем. Мам, ты волшебница. А? Каждый день, что-то вкусное. Да, девочки. Хочу сказать, что я хочу уволиться с кафе. Жаль. Ага. Мам. Мам. Ау, ты у нас самая лучшая. Покажи им всем, какая ты крутая. Ты же у нас такая. Как скажешь. Таня. Таня. Что? Ты знаешь, кем она работала до банка? Нет. Апитантка? Да. Да, мне кадровик сказала. Ужас. Вот именно, я и думаю, что она как бомжиха одевается в этой вузке каждый день ходит. Девушки, у вас есть этот лишний фломастер? Маркер. Называется маркер. Хотя, тебе официантки откуда знают такие слова? Официантка! Ты что делаешь? Это ж документы! Понимаете, я подумала, что чтобы не запутаться, обводить карты, где были пройдены транзакции зеленым цветом, а где было отклонение по перечислению красным. Если обводить, то всем было бы удобно крыжить. Думаю, так было бы эффективнее. По крайней мере, мне так показалось. Может быть, ты будешь заниматься своим делом? Самое умное, что ли? У тебя задача простая. Сверяться с компьютером и подшивать в папку. Брать в адморал одну папку бумаг и подшивать в другую. У нас 47 человек. Я теперь что, даже на все маркеры покупать? Может быть, устроим кружок рисования? А? Не успела к нам прийти? И будешь нас учить, как работать? Извините, я поняла. Иди работай. Я не подведу, я не подведу. Я не подведу. Что тебе сказали? Сказали, иди работай. Тань? Да? Можешь мне объяснить, что означают эти 16 цифр на карте? Так. Смотри. Первая цифра на карте – это идентификатор платежных систем. Пятерка – это мастерка. Четверка – это виза. Двойка – это мир. Все китайские карты начинаются на шестерку. Следующие пять цифр – это информация самого банка. Следующие цифры – это идентификатор карты. И последняя называется контрольная. Поняла? А, теперь понятно. Хорошо. Спасибо, Тань. Будут вопросы? Обращайся. Как ты через три часа придешь? Послушай, у меня тут комп, он не реагирует. Завис. У нас же техник здесь ты, а не я. И что теперь мне без работы сидеть? Ну что… Ну что… Ты чё… Чё ты делаешь? Вызываю диспетчер задачи. Чего? Да, у тебя оперативная память забилась. Видимо, игры, лишние программы запустила. Он… Он… Он чё, сгорел? Это называется перезагрузка системы. Роза, откуда ты знаешь компьютерную технику? Да… Было дело. Ну что, дамочка, должок есть должок. Поймите, я только начала свой бизнес. Мы только начали работать. Слышь, мы тоже не зря сидели, крышевали твой бизнес. Но у меня нет сейчас таких денег. Ты так залог что можешь поставить? Ты же хочешь, чтобы твои дети со школы домой приходили? Что? Ключи гони от клуба. Поймите меня правильно, что вы делаете? Я не могу сейчас такие вам деньги дать. Поверь мне, твоя семья дороже, чем твой поганый клуб. Всё, свободно. Как отобрали в компьютерный клуб, пришлось устроиться официанткой. Чтобы хоть как-то детей прокормить. Да, понимаю. Ты встаёшься, да? Да, мне ещё поработать надо. Ладно, пока. Пока. Роза. До завтра. До завтра. До завтра. Что это? До завтра. До завтра. Четыре это виза, пять мастер-карт, два мира, шесть Китай. Доча, тебе там все понятно? Да, я вычисляю лишние числа. Принцип один и тот же. Да, я все транзакции проверила. Отчеты подготовила. Ты очень занята. Да, я на работе. Давай я тебе перезвоню. Давай. Вот я пометила те цифры, которые мне показались подозрительными. Ты что такая неугомонная? Тебе реально заняться больше нечем? Самая умная, что ли? Или больше всех надо? Иди, работай! Хорошо. Черт! Дурый. Дурый. Все это конец. Кто это? Ты чего? Ты же начальник службы безопасности. Где тут Роза? Вот она. Новенькая. Да, тебя, ты день. Вижу. Мне это все про вас уже принесли. Ставай, пойдем. Куда? В кабинет, Сергей Сергеевич. А можно мне собраться, минуточку? Хорошо, я там подожду. Роза, возьми мои туфли. Спасибо большое. Спасибо. Ну, наконец-то, это вы. Присаживайтесь. Так это вы у нас, новенькая. Да. Напомните, кто вы по специальности? Математик-программист. Где работали до этого? Официанткой. Официанткой? А здесь работаете всего месяц, да? Девятый день. Девятый день. Девятый день. Девять, мать его, дней, Жулды Сахметовна! Ануар Сирикович, ну, вы представляете? Она работает девять дней. Сорок семь человек. Шесть отделов! Я, я предупреждала своих. Ну, что мне с вами делать? Простите, я хотела как лучше. Как лучше? Знали бы вы, что вы сделали. Я же говорила, что она самая умная. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. Едем прямо сейчас. Нас ждут в головну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Пожалуйста. Роза, Роза, я хочу вас поблагодарить. Она с коллегой всех поздравит. Она обнаружила мошенничество в одном из отделов нашего банка, который длится месяца полтора. И последние месяцы мы бьемся с этой проблемой. Но если б не она, наш банк потерял бы 576 тысяч долларов. Представляете? Сколько? Это же почти 43,5 миллиона тенге. Вот-вот. Вы все верно услышали. И вообще поражается, как она одна раскрыла такую серую схему, которую 47 сотрудников отдела карточной кооперации прошляпили. Я от лица всего банка хочу вас еще раз поблагодарить и познакомить с зам. управления нашего банка Асхатом Язовичем. Вы нас поразили. Завтрашнего дня мы повышаем вас до главного специалиста и переводим в отдел риска по карточным операциям. Мы уверены, вы там очень нам пригодитесь. Спасибо. Поздравляем с повышением. Кстати, Сергей Сергеевич, напомните, какая там зарплата? Если не ошибаюсь, долларов 450. Сколько? Да-да, это ваша новая зарплата. Спасибо большое. Ну что ж вы плачете. Вы теперь наша звезда. И, между прочим, очень красивая женщина. Извините. Спасибо. А это вам. Что это? А это премия от нас. От нашего банка. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Девочки, бегом сюда. О, мама пришла. Привет, мой муж. Мама, что это? Столько накупила. Это все вам. Ешьте. Столько вкусной еды. У нас сегодня будет королевский ужин. Ура. Айманочка, а это тебе. Мам, ты серьезно? Какое красивое. Спасибо большое. С магазина. Солпаночка, иди ко мне. У меня для тебя тоже есть подарочки. Мама, я тебя так люблю. Я вас тоже. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok